Удача. Чтобы продвигаться через трендовые темы, нужна с большей семьей удача, потому что… Продвигаться по трендам надо чувствовать, когда тренд стрельнет. Вот только-только, когда он пойдет, да? То есть не тогда, когда он на пике уже, этот тренд, да? А когда он, то есть, когда он в зародыше, и потом, когда он идет по герпу, то есть, когда вы будете, вы должны быть на пике гиперболы этой первым, но если вы уже все, даже лениво рассказал про эту новость там, про этот тренд, и тут выходите вы, вы, как это, остатки с барского стола. Понимаете? Вот этот момент, он должен быть такой прям удачный-удачный, да? Вот как бы. Ну, если смотреть, то вот сейчас, если вы, вот помните, мы говорили на стриме, что если сейчас делать какие-то, видео, вот не знаю, об искусственном интеллекте и обсуждать там, да? Либо об альтернативной энергии, то это может стремиться. Представляете, что сейчас кто-то, вот просто представим, вы читаете новость, где-то на профильном ресурсе, что кто-то изобрел прототип вечного двигателя на там, не знаю, конском навозе. И вы, чувствуя и имея удачу, начинаете делать канал про альтернативную энергию и биотопливо. Ну, про навозство биотоплива, чтобы было понятно, да? И уже, когда потом стреляет, и у вас канал оказывается прям цитируемость, там, тренды, вы ловите сразу удачу за хвост. Или же, но я против всевозможных новостных трендов. Ну, к примеру, там, да? Золото виновальное, там, дуэль. Круто, да? Вот спору нет. То есть, или там какой-то, там, Портнягин, там, с этими, там, вот, там, какого-то, там, украинского блогера вывезли в лес. Ну, а потом оказывается, что фейковая новость, там, да? Что там никто никого не выводил. И вы, ну, что вы с этого получите? Вы получите трафик, который не релевантен вашему каналу. Вот если я сейчас на школе видеоблогеров создам видеоролики, там, про Портнягина, про золото, то это будет круто. Это будет в тренде. Но я подниму, что? Подниму хейт. Надо искать тренд в своей нише. А для этого надо, что делать? Включать голову и изучать. Вот школа бесплатная у нас, и есть клуб видеомаркетологов. Там почему? Потому что я сижу, и после работы читаю, допустим, там, TechCrunch, там, да? Все ресурсы там, где что-то новое, чтобы какую-то идею выцепить. И почему я должен этим делиться со всеми, если у меня есть группа людей, которые приверженцы, и которым я готов это дать в первую очередь? Потому что потом я обязательно это расскажу потом. У меня есть ролики, которые выйдут в декабре, но в группе нашей их уже можно смотреть.